Музыка Под колесами грузового авто на улице Науросбай-Батыра погиб 20-летний алматинец. Двигавшийся в южном направлении водитель автомобиля Исузу на пересечении с улицей Садпаева сбил пешехода, который выскочил на дорогу в потоке движущихся машин. В результате молодой человек скончался на месте происшествия. Как выяснилось позже, несколько молодых людей устроили драку на обочине дороги. Один из них попытался убежать, выскочил на дорогу и попал под колеса авто. Выскочил, как не знаю, прям в лобовое. В общем, когда он ехал, он с края дороги выбежал и врезался. Дорожные полицейские сейчас выясняют обстоятельства происшествия. Машину виновника ДТП отправили на штрафстоянку. Водителя доставили в управление внутренних дел. Эта авария произошла на пересечении улиц Аль-Фараби и Розы-Бакиева. Двигавшийся на запад водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От сильного удара у машины вылетели передние колеса. В результате БМВ посреди дороги несколько раз развернуло. К счастью, двигавшиеся в момент аварии рядом автомобили успели затормозить. К моменту, когда на место происшествия прибыли полицейские, водитель успел скрыться. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, далеко уйти ему не удалось. Когда его задержали представители закона, он заявил, что был всего лишь пассажиром, а водитель сбежал. Кто на самом деле сидел за рулем авто, пока неизвестно. Криминалисты сняли отпечатки пальцев с руля машины, по которым и найдут виновника ДТП. Необычный подарок отцу решил приготовить один из алматинцев. Его задержали на пересечении улиц Джандосова и Тимрязева. В 11 часов вечера подозрительный мужчина сидел один на автобусной остановке. Тем самым привлек внимание полицейских, которые решили проверить у него документы. Во время проверки мужчина попытался спрятать свой пакет, что насторожило представителей правопорядка. Когда они решили обыскать его, в пакете оказалась граната. По словам владельца боеприпаса, гранату он нашел. Ну, я хотел ее домой просто. Хотел отцу подарок. Подарок не получился. На рыбалку. Преподнести подарок отцу не получилось. Гранату обезвредили, а мужчину доставили в УВД. Сейчас полицейские выясняют, откуда и зачем он взял боеприпас. На вокзале Алма-Т-1 заложена бомба. Около двух часов ночи звонок с таким сообщением поступил в дежурную часть управления внутренних дел. На место выехали представители всех спецслужб города. Пожарные, саперы и полицейские. Всех, кто находился на территории железнодорожного вокзала, эвакуировали. К работе приступили специалисты с собаками. Однако трехчасовые поиски взрывного устройства результатов не дали. Как отмечают специалисты, за последние пять дней это уже третий звонок телефонных террористов. Буквально накануне мы говорили о ложном звонке с сообщением о бомбе, заложенной в магазине «Россия». А перед этим полицейские задержали мужчину, который сообщил о бомбе, заложенной в здании одного из телеканалов города. И если по первому звонку весельчика задержали, то кто звонил в последние два раза, пока неизвестно. Выяснением этого сейчас занимаются полицейские. Однако пока без результатов. Полиция Алматы в первый день оперативно-профилактического мероприятия «Кару» изъяла солидный боевой арсенал. Речь идет об автомате калашников, карабине и боевой гранате. Оружия были изъяты примерно в одно и то же время в разных районах города. Сотрудники криминальной полиции УВД Турксибского района в одном из частных домов обнаружили автомат карабины патроны к ним. Установлено, что этот арсенал принадлежал 22-летнему парню, проживающему в этом доме. В рамках уголовного дела следователи намерены проверить личность задержанного, а также с помощью экспертов-баллистов установить, не применялись ли изъятые оружия в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Между тем, в ДВД отметили, 14 марта в Алматы стартовала ОПМ «Кару». Его целью является оздоровление оперативной обстановки, предупреждение раскрытия преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и боеприпасов. В период данного мероприятия на усиленный вариант несения службы были переведены наружные подразделения алматинской полиции. На предмет хранения оружия и взрывчатых веществ патрульные, участковые инспекторы, дорожные полицейские проверяют всех подозрительных лиц. Полиция Алматы ликвидировала 100 подпольных и горных заведений. Во исполнение поручения главы государства по выявлению нарушений законодательства в сфере игорного бизнеса сотрудниками ДВД Алматы на постоянной основе проводится комплекс специальных и оперативно-поисковых мероприятий, позволившие с начала текущего года ликвидировать ряд незаконно функционировавших игорных заведений. Полицейских не всегда нарушители закона соглашаются с выявленными нарушениями. Они редко оказывают им и физическое сопротивление. В их числе 31-летний владелец игорного зала, расположенного на проспекте Достык. Частный предприниматель с помощью кулаков пытался продемонстрировать явное игнорирование норм действующего закона и во время злостного неповиновения оскорблял страж порядка нецензурной бранью. За этот поступок горе-предприниматель получил 10 суток административного ареста. Для справки, за месяц полицейские Алматы выявили и пресекли незаконную деятельность ста игорных заведений. Изъято 1332 игровых автоматов, а также деньги в сумме около 3 миллионов тенге и свыше 3 тысяч долларов. В скором будущем по решению суда изъятые аппараты будут публично уничтожены.